Сегодня короткая проповедь будет. Тема моей проповеди «Будьте единомысленны». Это, в принципе, как продолжение той проповеди, которая называлась «Вездесущий Бог и квантовая физика». И эта тема довольно такая серьезная. Я буквально немножко зачитаю из той книги, по которой мы проходим сейчас. Она называется «Включите свой мозг» Кэролайн Лифф, 21-дневную программу. И здесь очень хорошо написано, чем занимается вообще квантовая физика. Закон переплетения. Закон переплетения в квантовой физике гласит во времени и пространстве главенствующую роль играют взаимоотношения. То есть есть такой предмет, как квантовая физика, которая внимательно изучает взаимоотношения. Очень интересно, да, как вот можно это физически, математически вычислить. Вычислили, исследовали, определили. Благодаря всепроникающей природе взаимосвязи субатомных частиц взаимоотношения не зависят от расстояния и не требуют ощутимых сцеплений. Все и каждые объединены, и все мы влияем друг на друга. Закон переплетения выражен в Библии так. Это место сегодня Антон уже открывал, но я еще раз по нему пройдусь, потому что это приводится в этой книге. Это описывается в послании к римлянам в 12 главе, и давайте мы вместе откроем послание к римлянам, 12 глава, с 1 стиха. Здесь апостол Павел пишет, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данным мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил, ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество – пророчествуй, по мере веры. Имеешь ли служение – пребывай в служении. Учитель ли – в учении. Умещиватель ли – увещивай. Раздаватель ли – раздавай в простоте. Начальник ли – начальствуй с усердием. Благотворитель ли – благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна, отращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждой. В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нужных святых принимайте участие, ревнуйте о страноприимстве или гостеприимстве. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, не проклинайте. Иисус в Нагорной проповеди говорит, возлюби врага своего. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собой, невысокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте себе, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Аминь. Вы знаете, здесь Библия или автор вот этой книжки, он приводит это место пример того, что мы призваны быть единомысленными и что этот принцип, он работал всегда. То есть не с того момента, когда физики это открыли. Этот закон, он определен Богом. И в прошлый раз я приводил такой пример о том, что сегодня ученые на специальных энцилографах, они научились отслеживать такие невероятные вещи. Ну, там, допустим, одного человека они в какой-нибудь специальной комнате оставляют, облепляют ему голову, выводят это на компьютер, на экран компьютера, и другого человека вообще на другую сторону земли. И очень важно, чтобы между этими людьми были налаженные взаимоотношения. Ну, допустим, это муж или жена, или это хорошие очень друзья, которые чувствуют друг друга за тысячи километров. И когда они предлагают о том, что вот один человек думает о другом, или он, например, начинает думать о счастье, о каком-то радостном моменте. И я спрашивал такой вопрос о том, что как вы думаете, сколько времени затрачивается, ну, чтобы вот один человек подумал, а на другом конце земли вот человек тоже через какое-то время начинает об этом же думать. Я ответил на этот вопрос о том, что ученые выяснили о том, что никакого времени вообще не затрачивается. И это даже, это не скорость света, да, это не 300 миллиардов километров в секунду, а это скорость, которая вообще на сегодняшний день никакой аппаратурой, это скорость мысли, то есть никакая аппаратура на сегодняшний день не может считать. То есть это просто вот так, это мгновенно. То есть один человек подумал и в этот же момент, не через какое-то время, а одновременно в этот же момент человек на другой стороне земли тоже об этом же думает. Но ученые на этом не остановились, ученые пошли дальше. Они придумали так называемую клетку Фарадея. Клетка Фарадея, это, знаете, такая клетка, когда туда помещают человека, то специальными механизмами глушатся все, можно так сказать, электромагнитные какие-то поля. Все то, что вот на сегодняшний день ученые знают, какие-то биотоки, какие-то силы, какие-то магнитные какие-то влияния, все это гасится клеткой Фарадея. И опять же поместили одного человека в одну комнату, в клетку Фарадея, другого человека за десятки тысяч километров на другую сторону земли. И вы знаете, опять же, к чему ученые пришли? Все то же самое. То есть на сегодняшний день нет такой аппаратуры, которая бы могла бы погостить, каким-то образом помешать. Как бы не влияли какие-то механизмы, какие-то аппараты, какие-то приборы, какие-то людьми придуманные на сегодняшний день аппараты, которые вот что-то гасят, мысль передается мгновенно. То есть один человек думает о чем-то, и тут же в этот же момент другой на стороне земли, другой человек думает об этом в тот же час, в ту же секунду, в ту же микросекунду. И ученые пришли к такому выводу о том, что на сегодняшний день просто мы все люди в какой-то степени переплетены. Мы влияем друг на друга, хотим мы этого или не хотим. Знаем ли мы друг друга или не знаем. Мы можем влиять друг на друга таким образом, что мы можем влиять на ДНК, не только свое ДНК, мы можем влиять на ДНК наших родных, близких, на наших детей, как Библия об этом говорит, до третьего-четвертого поколения. Можем влиять на ДНК человека, которого мы не знаем, только слышали о нем или молимся за кого-то. Смотрите, какой факт приводится. Классическая физика говорит, что для подобного эффекта должна быть причина. У каждого явления есть причина и следствие. Но, похоже, тут не наблюдается никаких известных нам причин, действующих в пространстве и времени. Приведем, к примеру, операцию на сердце. Такая операция может закончиться либо успешно, либо трагически. Однако статистика свидетельствует, что смертность среди оперируемых, за которых молятся и оказывают им моральную поддержку, в 17 раз ниже, чем у людей, которые абсолютно обделены молитвой и поддержкой. То есть научная статистика говорит о том, что те люди, за которых молятся, они в 17 раз чаще выживают после операции. Ну, очень опасных операций на сердце. Другие исследования показывают, что люди крепкие в вере и регулярно посещающие, послушайте внимательно, это автор пишет, это я придумал, церковные собрания, в целом здоровее и живут дольше. Ну, статистика упрямая вещь. Так что ходите на церковные собрания, как апостол Павел пишет, не покидайте собрания ваших, как есть у некоторых обычаев. Это очень опасно, то есть можно повредить своему здоровью. Слава нашему Богу! Я хотел еще одно место привести. Это написано во втором послании к Оримфинам. 13 глава, только один одиннадцатый стих. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайте, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Смотрите, как здесь так тонко, четко, ясно дается нам уверенность о том, что если мы в радости, Иисус дает нам совершенную радость, если мы усовершенствуемся в познании нашего Господа, утешаемся той надеждой, которую Господь нам дает, когда мы единомысленны, когда в наших сердцах царит мир, Библия нам обещает, Бог нам обещает, что Бог любви и мира, Он с нами. Скажите аминь, потому что это то, что Слово Божие говорит. Вы знаете, вот просто очень часто мы ищем какие-то критерии. Вот, Господи, чтобы нам получить в умеренное спасение, может быть, нам надо исцелять постоянно, может быть, нам надо пророчествовать, может быть, нам надо бесов изгонять из людей, может быть, нам надо создавать какие-то вот такие течения. Но вы знаете, Слово Божие приводит интересный и уникальный факт, когда Иисус Христос говорит о том, что когда я приду, то многие придут ко мне и скажут, вот, Господи, не Твоим ли именем мы бесов изгоняли, больных исцеляли, пророчествовали, не Твоим ли именем? То есть мы все это делали во имя Иисуса Христа. И что Иисус Христос им ответил? Он говорит, отойдите, я скажу им, отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда вас не знал. Можете себе представить? И вот это вот для меня когда-то прозвучало очень страшно. Я подумал, Господи, ну вот сегодня я в служении исцеления, да, периодически там, ну вот, я верю в то, что Господь говорит через меня, там, ну, просто какие-то слова Бог дает, какой-то целый проповедь я получаю иногда за одну ночь, просто проповедь приходит ясно, четко, вот это надо выйти и повторить, и просто проговорить. Периодически бесы уходят, но, оказывается, это не критерий. То, что вот происходит в твоей жизни, как определенное такое дарование, то есть это тот талант, который тебе просто Бог подарил, и то, ну, возможно, носишь, ну, я так говорю, так условно говоря, условно носишь его на своей шее, как какую-то награду, и ты можешь периодически даже этим кичиться или даже гордиться. Ничего этого не дает тебе в плане спасения. Уверенность в спасении нам дает только личное знание Иисуса Христа, вот, личная сфокусированность. То есть вот если вот ты сейчас сидишь в этом зале, и ты в своем сердце искренне веришь и говоришь так, я, Иисус, тебе полностью, целиком доверяю, я посвятил тебе свою жизнь, я люблю тебя всем сердцем, это ты говоришь само у себя, себе и Богу, тебя никто не слышит. Вот в этот момент, вы знаете, что происходит? В этот момент происходит то, что настройка, у тебя появляется единомыслие. Вы знаете, единомыслие между нами, оно очень важно. Но я хочу сказать, какое единомыслие еще более важно? Твое единомыслие с кем? С Богом, с Иисусом Христом, с тем, который пришел для того, чтобы нас настроить, настроить на волну Святого Духа, чтобы мы были в первую очередь единомысленны с Богом. И Бог нам дает такую четкую уверенность о том, чтобы нам иметь разум Христов, вы уже имеете, да, вы имеете разум Христов, так говорит Библия. Вы имеете те же чувствования, что и во Христе Иисусе, вы познали, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. И это все в прошедшем времени. То есть мы это все получили через жертву Иисуса Христа. Не через то, что мы сделали, а то, что Иисус сделал для нас. Аминь, аминь. Вот это жертва настоящая, через которую мы входим, вот в эту жертву. И я для себя получил такую уверенность. Господь, я понимаю, что я могу иметь уверенность в спасении только тогда, когда я правильно настроен, только тогда, когда я не просто один раз подумал о том, что вот, ну, Иисус Христос, ну, наверное, Он Бог, наверное, Он Господь, наверное, Он спасает. И потом, ну, забыл об этом и пошел делать свои дела. Когда я думаю об этом постоянно, когда я этим живу, когда это стало образом моей жизни, когда Иисус Христос, как апостол Павел говорит, подражайте мне, как я подражаю Иисус Христу. Апостол Павел жил в постоянном подражении. Он постоянно вот как бы вот так соизмерял свою жизнь с жизнью Иисуса Христа. Иисус, ты бы поступил бы вот так. Иисус, ты бы сказал бы вот так. Иисус, скажи мне, как сказать. Иисус, покажи мне, что делать, куда идти, куда двигаться. Постоянное соизмерение себя с личностью, которая сегодня не умерла, которая сегодня не осталась там висеть на кресте, которая воскресла на третий день и которая сегодня пребывает в наших сердцах в силе Святого Духа. И нам надо об этом всегда помнить. Каждый раз, каждое утро сверять свои настройки. Господь, я хочу жить с Тобой, я хочу жить в Тебе. У меня Твой разум, у меня Твои чувства. Чтобы настройки просто вот так были четкими, ясными. Сел с утра, почитал Слово Божие, пропитался Словом Божьим, помолился. И вы знаете, на самом деле это приводит человека в состояние единения с Богом. И это самое важное для Твоей жизни. Молитва, Слово Божие. И потом мы можем друг друга коррегировать. Мы призваны собираться периодически вместе. А у тебя как? А у тебя как? А ты как веришь? А ты как читаешь? А ты как толкуешь? Мы соизмеряемся друг с другом. И периодически молимся вместе, периодически читаем Слово Божие, периодически проводим какие-то совместные программы. И через это мы входим, только через это мы входим в единомыслие. Слышите меня? И вот это спасает уже не только одного отдельно взятого человека. Это спасает и может спасти целую церковь, которая согласилась вместе двигаться, вместе идти и следовать за Иисусом Христом. Я подумал, вот интересно, как так совпало, что мы планировали провести членское собрание, чтобы каждый уже определился с тем, что являюсь ли я членом вот этой поместной церкви, потому что на самом деле время, наверное, пришло, надо быть подотчетным, я хотел бы с кем-то двигаться вместе в одной команде. И вот, да, я на самом деле там определяюсь. И вот совпало вот с этой темой, когда вот на самом деле я открываю книгу, на 90 страницах, я начинаю читать, и тут автор пишет о том, что нам всем надо прийти в состояние единомыслия. Слышите меня? В том, чтобы стать не просто какой-то командой. Библия уже называет нас, мы и есть тело Христово. И оно уже одно, оно цельное. Мы можем просто выйти из настройки, мы можем выйти из единства, как написано, что иные сами себя отлучили от единства тела Господня, да? И вот на самом деле, ну, это их выбор, потому что Бог никого не заставляет, никого не принуждает, и тем более никого насильно там к себе не приводит. Он просто предлагает. Жизнь и смерть предлагают тебе. Избери жизнь. Благословение и проклятие предлагают тебе. Избери благословение. Потому что на самом деле, если мы не избираемся, и мы не занимаем активную позицию в Боге, то автоматически нас сносят. Просто сносят в другую сторону. В сторону смерти и в сторону проклятия. Если ты сегодня не займешь активную позицию, это то, с чего мы начали сегодня в служении, в Иисусе, да? Не начнешь двигаться в нем, придет другая сторона, она тебя насильно возьмет, и ты, как апостол Павел, будешь попиять. Апостол Павел о своей прошлой жизни пишет, будет, хочу делать доброе, и не делаю. Не хочу делать злое, не хочу поджигать, да, вот этот, на самом деле, кинотеатр, там, зимняя вишня. И поджигает. Потому что, говорит, уже не я, а живет во мне грех, который владеет мной. Горе мне, горе мне. Вы можете прочитать об этом у апостола Павла, да? И вот на самом деле, для меня еще критерий такой, о том, что когда мы входим в какой-то поток, да, вот мы зашли сперва по колено, там мы, ну, как бы, вот пока еще наблюдаем, потом по пояс, как это у пророка написано, потом по грудь, и потом очень важно просто вот так оттолкнуться и поплыть вот в этом течении, да, в течении Святого Духа. Довериться Иисусу, вот это есть, на самом деле, это живая вера. Когда ты уже доверился Иисусу, сказал, Господь, неси меня, да, вера есть осуществление ожидаемого, когда мы просто позволяем Иисусу через нас осуществлять, когда мы настолько доверяемся Ему, что вера в невидимого, мы не видим Его, да, но мы Ему просто доверяем, потому что это реальный Господь, потому что вот сегодня ученые, они подошли вот к этому явлению и они поняли о том, что мы ничего не знаем на самом деле, мы не понимаем, как вот один человек, да, вот на самом деле там просто на другом конце Земли и вот одновременно они вот в такой синергии какой-то, вот такой, в таком сочетании, в таком единомыслии и никакая аппаратура помешать этому не может. Слышите меня? И ученые пришли к такому выводу о том, что, наверное, есть какая-то сила, да, которую мы пока не можем никак вычислить, не можем ее запихать в пробирку, не можем ее, ну, это сила какого-то Бога, о котором там верующие говорят. И что еще вот последние какие-то определенные такие научные исследования определили, что есть, ну, две формы сна. Там глубокий сон, который, как правило, без снов, поверхность сон, который, как правило, сопровождается определенными снами и определили о том, что есть только один уровень какого-то бодрствования до взрослого человека, который вот, ну, на самом деле, там, ну, вот, энцеллограф обычно показывает какие-то определенные такие зигзаги. Но ученые предположили о том, что должен сработать определенный закон, что, ну, как равновесие, о том, что если есть две формы сна, то есть, должно быть, две формы бодрствования. Только мы вот четвертую форму пока вот, ну, то есть, вторую форму бодрствования мы пока еще не открыли. И потом как-то вдруг в один момент они начали исследовать верующих людей, которые находятся в состоянии молитвы. И вдруг выяснилось о том, что такая форма, ну, четвертая или вторая форма бодрствования, она существует. И эта форма, знаете, она получила название форма 3 Гц. То есть в частоте 3 Гц молящийся человек, человек, искренне молящийся Богу, он входит в какое-то состояние, когда он работает только вот на этой частоте. И ученые вдруг для себя открыли о том, что вот это бодрствование, оно соответствует младенцу. То есть младенец, который еще не разговаривает, который еще не способен на какие-то мыслительные процессы, он входит в какое-то состояние, когда он просто открыт для Вселенной, он открыт для Бога, он не просто с Богом там, да, вот как-то разговаривает. Он просто вот так, он чувствует его всей своей какой-то сущностью. Состояние 3 Гц, это когда молящийся человек входит как раз вот в такое единение, в единое мыслие с Богом, когда все вот эти мыслительные процессы, они обходят все наши там подкорковые структуры, головной мозг, и общение идет напрямую от сердца к сердцу. От сердца к сердцу разговор, от подкорки к подкорку. И вот это, конечно, безусловно, какие-то вот такие научные достижения, которые сегодня доказывают о том, что Бог не только есть, да, Бог, Он существует, и Он дал верующим колоссальное преимущество в плане того, что вот когда-то по Ветхому Завету, да, вот Бог искал себе, там, Гедеону о том, что вот выбери для себя, и в конечном итоге, да, вот, Он Божьим способом, Гедеон отобрал 300 человек, которые пили определенным образом, да, ну, помните вот эту библейскую историю, которую, может быть, я несколько раз проповедовал. И здесь церковь, в моем представлении, это не какая-то организация, да, это живое тело Христа, которое сегодня все чувствует. У этого тела есть боль, у этого тела есть переживания, это тело, оно действительно плачет с плащами, радуется с радующимися. У этого тела есть плод, вы знаете, плод Святого Духа, который есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, вера, воздержание, то, что вы можете прочитать в послании Галатам, 5 глава, 22 стиха. И вот, знаете, вот просто, опять же, для меня еще один критерий. Вот на первом месте всегда идет любовь. И вот этой любви у нас должно быть, и опять же, ее не просто должно быть, она есть у нас, ее на самом деле очень много, нам надо научиться ее реализовывать. И вот это и самый верный признак того, что ты христианин. Любовь, которая покрывает, на самом деле, абсолютно все. Даже принимает врагов, да, о том, что вот мы сегодня живем в условиях информационной войны, кто-то там ненавидит американцев, кто-то ненавидит русских, кто-то ненавидит украинцев, да. Мы должны быть выше этого. Потому что я хочу сказать, наше спасение не будет определяться нашей нацией. Наше спасение не будет определяться деноминацией, да, ну, тем, в какую церковь мы ходили. Наше спасение будет определяться тем, именно только тем, знаешь ли ты лично Иисуса Христа. Вот скажи на это аминь. Потому что вот это то, что на самом деле спасет тебя. Но вы знаете, вот Библия чему нас учит? Вот эта подотчетность, да, о том, что просто вот я приезжаю в тот или другой город, я всегда, ну, как, меня так научили, меня так наставили. Ну, вот, кстати, вот Мария в прошлый раз говорила про одну книгу, про одного уникального человека, который по сей день, слава Богу, жив. Я хотел бы так сказать, что пробуждение в Казахстане, вот в тех церквях, которые мы когда-то вот просто посещали, оно возникло на основании нескольких книг. Эта книга, вот, одна книга, это пробуждение начинается с меня, потом пришла книга, суд начинается с Дома Божьего, потом пришла книга Дерека Принца «Благословение или проклятие». Мы вот эти книги прочитали, они вошли в нас, они нас вооружили каким-то обленным способом. Некоторые места в Библии мы начали понимать как-то по-другому, получше, яснее какая-то ясность пришла. И потом что произошло? Произошло то, что вот определенная часть молодежи, она просто вышла из старой, пятидесятнической традиционной церкви, которая, к сожалению, с годами, с десятилетиями, она стала такая, вот как старые мехи, стала такой заскорузлой, что уже нет никакой гибкости, уже там молодого вина уже туда не вольешь. И мы начали искать вот эти молодые мехи, мы начали искать то учение, которое будет соответствовать этому молодому здоровому вину, в котором будет вот так вот, на самом деле, живое такое движение. И мы открыли, на основании вот этих откровений, мы открыли целую динаминацию, она потом распространялась по всему бывшему союзу, объединение «Благая весть». Потом оттуда начали выходить какие-то другие церкви, я был пастырем в «Благой вести», потом я был в церкви в «Вечной Евангелии», был вторым пастырем, потом я стал основателем церкви «Любов Христова», и это уже у нас с Натальей четвертая церковь, где мы служим в качестве служителей, рукоположенных служителей. И вы знаете просто вот, почему я об этом говорю, потому что принадлежность церкви, оно тебе дает именно уверенность, в том плане, что когда ты говоришь просто, что я христианин, но в церковь не хожу, по Библии это ересь, вот это есть самообман, потому что ты никому не подотчетен, потому что на тобой никто не стоит. Вот одно место, которое говорит о том, что будьте подотчетны, будьте подотчетны, о том, что просто, когда я еду в какой-то город, я обязательно нахожу церковь, в моем представлении, живую, которая действует, которая двигается в Духе Святом, я становлюсь под власть пастыря, то есть я прихожу к нему и говорю, пастырь, я хотел бы что-то сделать для вашей поместной церкви, я такой-то, такой-то служитель, ну там просто, может быть, по рекомендательному письму, я хотел бы дать учение, я хотел бы проповедовать в вашей церкви, все, принимают, давай, брат, служи, проповедуй, то есть я подотчетен пастырю, я подотчетен церкви, и Библия нас учит о том, что только тогда, когда я подотчетен, только тогда, когда я реально признаю власть, установленную Иисусом, только тогда я являюсь действительно реальной частью тела Христова. Других возможностей, просто, ну, может быть, там по незнанию, может быть, по милости Божьей, может быть, пока человек еще не воцерковлен, он еще как-то вот, ну там где-то покаялся, да, вот начал читать Библию, и вдруг что-то открылось ему, и вот он пока ищет, но он вроде бы как, он уже часть церкви, но хочу сказать, но он еще не воцерковлен, ему надо войти в состав церкви, ему надо принять власть, ему надо принять вводное крещение, ему надо принять крещение Духом Святым, ему надо начать просто, на самом деле, являть вот этот плод, да, и не просто его являть, да, о том, что я, о, братья и сестры, я вот так сильно люблю, ну, словам сегодня никто не верит, сегодня мы верим только, ну, реально о том, что есть какие-то дела, есть какое-то, и вот смотрите, сам Иисус Христос чему учит? Иисус говорит, смотрите за их плодами, Судите по плодам их. Доброе дерево дает что? Добрый плод. Худое дерево дает худые плоды. Вот и все. Я хочу сказать о том, что вне церкви вы можете делать какие-то, стараться делать. Я тоже старался делать добрые дела. Но когда я открыл, я верю в то, что Господь вскрыл мои мотивы, я понял о том, что все это делаю я не для Бога. Я делаю это для своей славы, для своей корысти, ради какой-то выгоды. То есть раньше делал. Я не делал это для Бога. Я делал добрые дела, которые я делал для самого себя в большей степени. Я был просто на самом деле ошеломлен. Когда мне вот это открылось, я понял, что мои добрые дела на самом деле, они очень злые. Это худое дерево, это мое тщеславие, это мое властолюбие, это моя корость и так далее и тому подобное. Злые дела, которые я думал, что они очень хорошие. Вы знаете, на самом деле, что есть на самом деле добрые дела или добрые плода? Когда ты, на самом деле, не ожидая корости, не ожидая, что ты получишь что-то взаимное. Иисус так учит, это его учение. Когда ты просто позволяешь, это не ты, ты позволяешь Богу делать через тебя. Вы знаете, на самом деле, блажен муж, который не ходит на совете нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но о законе Господа Бога помышляет он день и ночь. Нам, мы призваны к этому, день и ночь помышлять об Иисусе. И он будет как дерево, посаженное при потоках вод. Слышите меня? Лис, которого не вянет. Аминь. Я не видел еще ни одного праведника, дети которого бы нуждались в хлебе. И плод приносит каждый во время свое. Вот это да. Вот это все то, что нам Иисус обещает. Он нам приготовил жизнь с избытком. Он говорил о том, что вот на самом деле заповеди, они не тяжкие. Когда мы находимся в Иисусе Христе, нам легко. Нам легко, потому что мы делаем это не своими силами, не своим разумом. Мы делаем это по благодати, по той преизобилующей любви, которая проливается в наше сердце. И вот эту любви хочется дарить, раздавать направо и налево, даже своим врагам. Аминь или аминь. Поэтому нам очень важно, христианам, живой христианской церкви, быть высшей политикой. Слушайте меня, просто вот на самом деле не подвергаться каким-то вот такой, знаете, вот какой-то лжи, каким-то вот таким движением о том, что вот просто там они специально подожгли, а эти в отместку там что-то. И начинается вот такая травля там. Я хочу сказать еще раз, я периодически эту мысль повторяю. Если ты в своей жизни заметил, что ты на этой земле видишь, ненавидишь хотя бы одного человека, ты не знаешь Христа. Это правда. Ты не знаешь Христа. Хотя бы одного человека. Мы как христиане, мы можем ненавидеть что-то в человеке, но мы не имеем права ненавидеть самого человека. Бог, он ненавидит учения Николаевитов, но самих Николаевитов он любит. Он за них умер. И поэтому на самом деле о том, что вот это признак рождения свыше, о том, что вот просто во мне много любви, это любовь Иисуса Христа, она позволяет мне даже возлюбить своего врага, который может быть меня считает своим врагом, или может быть где-то я пропустил, да, вот мне пободрствовал, и я кого-то начинаю считать своим врагом, и где-то его в душе своей, в своем сердце возненавидел. Это опасное состояние, потому что человек-ненавистник, это есть человек-убийца. Так Библия говорит. И Слово Божие говорит, что если кто-то говорит о том, что он Бога любит, а человека при этом ненавидит, это человек есть лжец. Так или не так? Я ничего не придумал. Так и аминь. Это да и аминь. И поэтому просто давайте мы вот к этому стремимся. Я уже закончил свою проповедь сегодня, и мы плавно будем переходить к членскому служению. Я хотел бы сейчас вместе с вами помолиться коротко. И во время молитвы просто определите сегодня, что если вы хотите стать членами нашей поместной церкви, нашей поместной общины, стать под властью Иисуса Христа, потому что так Библия говорит о том, что просто на самом деле, если я подотчетен, если я в церкви, я призван к тому, чтобы ходить, двигаться в каком-то определенном послушании, чтобы мы могли служить друг другу. Потому что если некому служить, то просто о чем можно говорить? Мы все призваны служить друг другу. То вы останьтесь сегодня на членское служение в церкви, заявите о себе, что я хочу быть членом вашей церкви, я хочу быть послушным Духу Святому, я хочу быть послушным Иисусу Христу, потому что так Иисус установил. Слава нашему Богу. И вы знаете, Бог не есть, Бог не устройство, Он есть Бог мира и порядка. Когда приходили к Нему люди толпами, Иисус почему-то просил их сесть, помните, по сколько человек? По 50, по 50 человек. Если бы Иисус Христу было все равно, да, ну, садитесь как хотите, да. Но Бог во Христе Иисусе, извиняюсь, Он почему-то повелевает людям разбиться по 50 человек. Я так вот начал подсчитывать по 50 человек, а там было что-то около более, ну, там один раз было 4 тысяч человек, другой раз было 5 тысяч, рыбками накормили. И я так про себя читаю, о том, что если бы был какой-то определенный порядок, да, о том, что, ну, апостолы взяли, разбили по 50 человек, ну, так, если почитать, 12 умножить на 50, это 600 человек. Хорошо, 600 человек, где остальные? Ну, были еще 70 апостолов. Если 70 апостолов умножить еще на 50 человек, то получается 7 и 5, 35, 3 тысячи 500 человек плюс 600, и получается, ну, как раз вот такие числа, то есть более 4 тысяч человек. И это говорит о том, что каждый апостол, он просто быстренько, да, вот так просто взял, каждый на себя по 50 человек, они взяли на себя организацию, рассадили людей, все, садимся, слушаем, что нам скажет наш учитель. Ну, это мое предположение, которое я думаю, что оно верное, потому что, ну, иначе по-другому никак, ну, не сядешь. Значит, в каждой вот такой группе должен быть хотя бы один организатор, который скажет, куда сесть, и будет в какой-то степени толкователем. То есть Иисус Христос говорил, ну, так историки говорят, теологи говорят, он говорил на горе, например, и потом это передавалось. Так как не было слышно, например, уже в конце, то просто один передавал другому ряду, и когда уже до конца доходил, в каждой группе находился апостол, который толковал. Ну, что сказал Иисусу? Задаются вопросы, а что он имел в виду, да? Апостол отвечает, прекрасно. То есть у нас должна быть какая-то четкая организация, которая бы нас структурировала, да, как Церковь Христова, как тело, чтобы тело, оно было послушное самому Иисусу, да, о том, что, ну, Иисус хочет, чтобы рука действовала, а она там повисла парализованной, потому что мы чего-то не понимаем, мы чего-то не слышим, мы чего-то не видим, мы глухие, мы слепые, потому что некому растолковать. Вот для этого нужна Поместная Церковь. Слава нашему Богу. Я верю в то, что, кто к нам ходит уже несколько лет, многие ответы получили на свои вопросы, да, потому что, на самом деле, я верю в то, что здесь Бог говорит, Бог объясняет какие-то вещи, какая-то ясно какая-то приходит, люди духовно возрастают. Я думаю, что все это неспроста, именно Иисус Христос и установил свою институцию, свою Церковь. Слава тебе, Господь, Отец, и благослови, Господь, Отец. Аллилуйя, Отец, наше членское собрание сегодня. Дай, Господь, Отец, Аллилуйя, Отец, чтобы здесь, вот в Арне, действовала Твоя Церковь, которую Ты поставил, и Ты сказал, что даже врата ада не одолеют ее. Этого никто не отменял. Господь, Отец, Аллилуйя, Отец, пусть у нас будет Твой Божий порядок. Установи, Господь, Отец, Аллилуйя, Отец, свое устройство и свой мир. Помоги каждому из нас определиться, что если я кому-то подочетен, я в теле Христовом. Если я никому не подочетен, я анархист. Мне никто не авторитет, и я буду слушать только самого себя. Но я приводил этот пример, что есть так называемая сатанинская Библия, где написано, верь в сатану и делай то, что ты хочешь. Своевольный человек – это сатанист. Человек, который хочет делать и делает сам по себе, никого не слушая, никого не признавая. Это слуга дьявола. Дай нам быть послушными тебе, Господь, Отец. Потому что Слово Твое говорит, что послушание лучше всякой жертвы, лучше тука овнов. И неповиновение хуже колдовства. Это то, что говорит твоя Святая Библия. Дай нам, Господь, Отец, повиноваться тебе в первую очередь, твоему Слову, твоему Духу Святому, служителям, которые поставлены в церкви, которые имеют опыт, которые имеют призвание, через которое Бог говорит. Пусть не всегда, но говорит. И надо быть просто внимательным, чтобы Бог лично проговорил тебе. Аллилуйя, слава тебе, Господь, Отец. Просто спасибо тебе за твое Божие присутствие, за это служение. Спасибо тебе, Господь, Отец. День воскресный, это день Господень. Раньше христиане целый день посвящали тебе, Господь, Отец. И это считалось как какая-то благодать, колоссальное преимущество. Мы царственно и священны. Царственно и священство, Господь, Отец. Призвано его делом. Спасибо тебе, Иисус. Мы тебя благодарим и славим, Господь, Отец. Во имя нашего Господа Иисуса Христа молились. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аллилуйя. Аминь. Да, ну давайте мы помолимся коротко за пожертвование. Аминь. Продолжение следует...